От наступившей жары одни жители Твери спасаются под кондиционерами, а другие отправляются к ближайшим водным артериям. Наиболее популярные места отдыха тверичан – набережная Афанасия Никитина, Константиновские карьеры, река Тьмака в поселке Первомайский и Тверца в зоне отдыха у Тверецкого моста. Однако, насколько безопасно для жизни и здоровья устраивать здесь водные процедуры, выясняла Наталья Чекет. По ощущениям вода достаточно теплая, поэтому тех, кто спасается от жары купания, много, несмотря на то, что река загрязнена. Однако и тех, кто решил остаться на берегу и просто загорает, также много. Мест для купания, чтобы спастись от удушающей жары, у жителей Твери не так много. Недавно Роспотребнадзор опубликовал данные о качестве воды и почве в местах массового купания тверичан в черте города. Пробы брали из Волгина, набережной Афанасии Никитина, Тьмаки в поселке Первомайский, Тверцы в зоне отдыха у Тверецкого моста. А еще из карьеры рядом с деревней Константиновка. Результаты исследований оставляют желать лучшего. В черте города все пробы не соответствовали санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Вместе с тем, в Константиновском карьере все пробы соответствовали показателям. Вместе с тем, патогенных микроорганизмов не обнаружено ни в одной из проб. Если искупаться все же хочется в места, где показатели не соответствуют нормам, специалисты рекомендуют хотя бы не глотать воду во время купания, а после непременно принять душ. Провести само- или взаимоосмотр от клещей, потому что идет и сезон активности клещей. Также необходимо носить головные уборы, пользоваться солнцезащитными кремами. В случае, если вы все-таки получили тепловой удар или ожог, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Между тем, официального пляжа в Твери, отвечающего всем требованиям безопасности, в областном центре до сих пор нет. И, скорее всего, в ближайшей перспективе их организация тоже не предвидится. Ведь для этого необходимо соблюсти целый ряд мер. В их числе дежурные спасатели, медицинский работник, а главное – соответствие воды всем нормам. А с этим ситуация не меняется многие годы. Хотя городские власти неоднократно заявляли о возможности создания пляжа для жителей. А ведь на неофициальных пляжах тверичан ожитают битое стекло, коряги и камни, куски железных балок и прочие прелести. Поэтому шанс пораниться или порезаться есть всегда. И таких случаев немало. Сегодня, впрочем, как и несколько лет назад, отдыхающие на набережной Афанасия Никитина недовольны отсутствием спуска к воде и оборудованных мест отдыха. Эту зону надо расширять. Потому что население города растет, а области сокращаются. Приезжих много, новостройки появляются. И поэтому претензия к качеству отдыха повышается. Плюс у людей появляется с чем сравнить. Многие были уже за границей. Туалетов, по-моему, нет. Это самое главное. Душевые – это замечательно. Душевые – замечательно. Вот. Может быть, да, кстати говоря, как вариант. Ну вот. Ну, нужно подумать, нужно подумать. Тут сразу так не скажешь, на самом деле. Выходит, что сохранность жизни и здоровья человека, решившего знойным летним деньком в одиночку или в компании «Друзья» отдохнуть на берегу реки, зависит от него самого. А ведь создание официального благоустроенного пляжа в том числе способствует развитию туризма, чему сегодня уделяется немало внимания на региональном уровне. Но можно ли говорить о притягательности нашего города для гостей из других регионов, когда для самих жителей не создаются условия для отдыха? И в поисках более чистой воды и безопасных берегов тверичане вынуждены уезжать за сотню километров от города, например, на Селигер.